Как вы уже поняли, любая культура очень чувствительна к питательности грунта. Томаты на подкормке отлично откликаются, они их любят. Особенно важно давать регулярно удобрения тем сортам, что растут высокими, имеют мощную корневую систему. Удобрения должны включать комплекс элементов, чтобы восполнять полностью весь дефицит. Если какого-то минерала не хватает, то начинаются проблемы, среди которых пожелтение листьев рассады у помидоров. Но новички сразу зададут вопрос, как же понять, чего именно саженцем то не достает. Все довольно просто. Любую проблему лучше предотвратить, чем бороться с последствиями. Поэтому перед началом дачного сезона закупайте не только локти для рассады, семена, но и сразу же разные удобрения, дополнительное освещение. Основными элементами, которые необходимы для помидоров, являются калий, азот, цинга, марганец, железо, медь, фосфор. Они должны быть в оптимальном сочетании. Конечно, вам сложно сделать идеальную подкормку самим. Но комплексный препарат легко купить в магазине для садоводов. Также проблему решить можно, когда вы уже поняли, какой именно минерал в данный момент в дефиците, восполнить его с помощью соответствующего удобрения. О них будет отдельный раздел. Итак, как же определить, почему желтеют листья у рассады помидор? Дефицит элементов. Если вы заметили, что листья у рассады начала терять свой зеленый пигмент, она желтеет, регулярно опадает, а новые листики формируются мелкими, то, скорее всего, причина в нехватке азота в почве. Если вы видите, что молодые листочки на саженцах начинают закручиваться, старые теряют цвет, появляются желтые пятна, то это чаще всего нехватка калия в грунте. О дефиците магния может свидетельствовать желтый цвет вдоль прожилок на листиках. Если же листья сначала дружно желтеть, после даже становятся белого цвета, то это дефицит железа. На рассаде вы видите два типа пятен, бурые и желтые, то это нехватка цинка. О дефиците марганца может подсказать следующий факт, листики желтеют то тут, то там, часто в шахматном порядке, при том процесс начинается от основания. Эти признаки при внимательном рассмотрении и наблюдении в течение нескольких дней сможет увидеть даже новичок. Как только вы поняли, какой элемент в дефиците, нужно его восполнить подкормкой. Как правило, ситуация довольно быстро начнет меняться в лучшую сторону, ведь еще раз повторим, помидоры культуры очень отзывчивые на удобрения. Но только ли нехватка удобрений может вызвать проблему, когда сохнут листья у рассады помидор. Конечно, нет. Возможно, причины куда более просты. Недостаточное освещение эту проблему легко выявить и решить. Мы все знаем, что там, где много солнца, места, в меру влажно, все растения, будь то культурные или просто сорняки, благоухают. И наоборот. Томаты же очень светолюбивые. Конечно, они могут и страдать от солнечных лучей. Оптимально ставить рассаду на юго-восточное окно, восточное либо ставить ее рядом, создавая легкую кружевную полутень. Если окно южное, на нем очень много солнца, которое весной сильно начинает обжигать, к тому же регион теплый, то саженцы могут начать желтеть, потому что им жарко. Кроме того, прямые лучи могут сжигать нежную рассаду, особенно если ей еще и не хватает влаги. Эту проблему решить проще всего. Уберите ящики с помидорами на другое окно или поставьте рядом на стол, чтобы была легкая тень от штор. Также следите за поливом. Почва не должна пересыхать и тем более отставать от стенок горшка. Но ситуация бывает и другая. Что делать, когда рассада помидоров желтеет от недостатка света? Сделать дополнительное освещение. Лампы для досвечивания, натриевые, включают спектр оптимальный для рассады, очень хорошо помогают саженцам расти. Но такие лампы требуют места и стоят недешево. Лампы, фитолампы, идеальны для растений по спектру, используются и в теплицах, и дома, подходят для выращивания на продажу. Но данный свет тоже не стоит дешево, а также имеет розовый цвет, который раздражает глаза. Оптимально для тех, кто выращивает рассаду в отдельной комнате. Люминесцентные лампы, дешевые и вполне хорошо подходят для небольшого выращивания рассады. Лампы экономные, но излучают мало красного спектра, а также опасны, если разобьются. Также минус, это небольшая площадь покрытия. Диоды, очень хороший вариант, но не дешевый. Диоды можно купить любого цвета, они экономны, безопасны и долговечны. Если вы сейчас задали вопрос, а не проще ли поставил простую лампу накаливания над контейнером, то не спешите делать выводы. Нет, лампы накаливания крайне не подходят для рассады, они не излучают нужного ей спектра, много тратят энергии и кроме того грозят ожогами нежным саженцам. Какие лампы выбрать, решать вам. Если вы планируете заниматься рассадой постоянно, то сразу лучше потрать один раз деньги, но купить качественное освещение. Если вы новичок и только пробуете себя, то возьмите простые лампы дневного света. Все освещение можно купить в магазинах для садоводов, в хозяйственных лавках, интернет-магазинах. В последнем случае делайте заказ заранее, так как доставка часто затягивается еще последствия тесной посадки рассады. Ну, здесь все просто и легко решаемо. Если вы часто посеяли саженцы, пикировали после не в отдельные стаканчики, то вполне возможно, что рассада страдает от своих же собратьев. Ее корни тесно переплетены в грунте, что важно учесть в дальнейшем при пересадке, чтобы не было травмы. Много саженцев в лотке забирает и много питания, а про дефицит элементов мы вам уже сказали. Кроме того, рассада затеняет сама себя и про это мы тоже только что упомянули. Избыток растений приводит нередко к избытку влаги в почве, тогда там могут начать развиваться болезни, и корни гниют. Последний напрямую влияет на листья, они желтят, опадают, рассада вянет и гибнет. Решение простое – рассадите саженцы более свободно, а лучше в отдельные стаканчики с новым чистым грунтом. Почва конечно, рассада нуждается в очень хорошем грунте. Про то, что он должен быть питательным, вы уже поняли. Но это далеко не все. Земля должна хорошо пропускать воздух, чтобы кислород поступал к корневой системе, тогда она будет хорошо развиваться, питать всю надземную часть. Если земля тяжелая, вы с трудом ее рыхлите, то пока не поздно лучше заменить грунт на новый. Ошибка могла быть в том, что вы просто взяли почву с огорода, а она у вас не подходящая. Мало внести просто подкормки в землю. В нее нужно еще добавить песок, торф или перлит для воздухопроницаемости. Также это влияет на содержание излишков воды. Важный фактор – это кислотность грунта. Ее проверяют с помощью лакмусовой бумаги, которая продается в аптеках, садовых магазинах или в интернете. Помидоры не любят кислый грунт, как и многие культуры. РН в норме – это 6-6.5. Если почва кислая, то есть показатели гораздо ниже 6, то вносят известь, мел, пушонку, доломитовую муку, перемешивают и снова проверяют показатели бумагой. Если вы не нашли лакмусовую бумагу, то понять, что ваш грунт на участке кислые можно по растительности, что буйно растет на таких почвах – хвощ, хосты, вереск, подорожник. Но не только кислая почва плохо влияет на рассаду, но еще и соленая. Понять, что вы используете соленый грунт, и он плохо влияет на саженца, можно потому, что на поверхности земли появляется белый или желтый налет. Рассаду лучше пересадить в новую почву. Если вы не можете подобрать грунт сами, то просто купите готовый. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!